я хочу вам показать клубнику в ноябре месяце вот вот она на на одной грядке цветет еще не красная а здесь вот такая вот смотрите вообще чудесно и вот здесь вот еще цветет видите там где не укрыто спонбондом она все равно цветет вот такая у меня ремонтантные очень сильные клубника который не боится ни холодов не заморозков ну до определенного момента конечно же добрый день мои хорошие осенний ноябрьский добрый день все кончилось летние пора кончилась теплая пора и я на даче уже вот так вот тепло одета недолго пустовала без меня дача недолго без нас пустовала дача вы знаете раньше мы закрывали сезон как только мои девочки шли в школу где-то вот в конце августа и все и и до весны до 1 мая а последние года мы стали приезжать чаще говорят что с возрастом тянет больше к земле так оно и получается несколько лет назад сняли весь сайдинг с дома заказали бригаду они нам утеплили дом покрыли новым сайдингом или как зашили новым сайдингом и теперь у нас теплый дом попаримся сегодня с сашей в банке не сказать бы не сказать что уныло на участке вовсе нет а знаете почему во первых цветы и хвойники хвойники добавляет в ту летнее состояние и летнее настроение на участке где уже нет листьев все голые деревья а я все хожу по своему осеннему лесу шушу опавшими листьями слышно и вспоминаю четверостийшие бориса пастернака можно я прочитаю осень столько листвы видно вот и осень отшумела лето отступила гордо хлопнув дверью смыв забавы ультрафиолета а я а я заряжаюсь красно-желтой ленью красно-желтый лень у меня за спиной правда ничего не хочется делать но дела у меня сегодня есть подготовить нужно клумбочку к весне и посадить тюльпаны вы знаете сколько я ждала посадочный материал этих тюльпанов я их ждала где-то полтора месяца я думала мне не дойдут эти тюльпаны с одного питомника и сейчас я буду готовить клумбу сначала насыплю осенние листвы побольше повыше потом земельки а потом уже буду сажать тюльпаны я вам покажу вот такие огромнейшие клубни ко мне пришли вот это неуютное место я буду готовить под тюльпаны я так поняла что у меня работы на все праздники хватит но что делать погода стоит хорошая в доме сидеть не хочется для чего я собственной приезжаю на дачу чтобы отдохнуть тире поработать или поработать тире отдохнуть мини беседочка сейчас в таком состоянии и совсем не грустном правда всему свое время хотите покажу как это было летом ну так немножечко ностальгия еще вам хотела показать вот такую одиночную зону одиночная зона отдыха на одного человека как сказала надюшка в этой зоне очень здорово на память делать фото нашим гостям правда а помните ранней весной и зимой я всегда снимала этот колокол и говорила вам не забудьте подписаться и включить тот самый колокольчик чтобы не пропустить мои видео смотрите с того момента как уже разрослась наша полусфера на наши мини беседочка колокол остался и посмотрите даже дома не видно который через дорогу так что у нас здесь горчица выросла горчица уже взошла вот самое неприхотливое растение это горчица только кинул семена и вот те пожалуйста вот они уже здесь и здесь а сейчас я вам покажу свою клубнику честно говоря я даже не заглядывала туда называется закрылый сезон я почему-то подумал что прям вот до до снега не вернусь давайте посмотрим как вам мои хорошие как вам поближе покажу ноябрь месяц как вам она еще цветет и вот она лапочка еще цветет хотя я понимаю конечно что пылять некому ну каким-то образом же ягоды появляются ну в общем вот так вот в общем я жду урожая клубники потрясающие пока снега нет можно посидеть под ивы и вы знаете самое мое любимое место мы когда сюда ехали я немножечко там прикорнуло открываю глаза и вдруг вижу что мы проезжаем целые заснеженные поле игру саша саша это что это такое что снег лежит где целые поле укрыли белым нетканым полотном а ты хитрый какой ты шланга наливаешь а я значит туда кидаю ведро а а ты а ты все автоматизировано сделал какой-то молодец саша если вы не можете что не можем пошевелить саша я могу пошевелить и своими извилинами но это до поры до времени не извилины я имею ввиду а вот как только мороз ударит и мы так не сможем какой-то молодец все автоматизировано жить можно я отдыхаю саш снимает до отлично ну не знаю мне нравится все таки вот так вот носить воду подальше от цивилизации а как вам такая яркая зелень прям ковер как здорово про полотина до перчатки одеть и вот вечно зеленая в общем заразилась я красно-желтой ленью ничего не хочется делать а понимаю что надо ну вот уже похолодало пришли шапку одеть посмотрела на свой лес и поняла что его нужно сегодня убрать леску брать листву брать а листва мне на самом деле все равно нужно как раз вот я хочу там засыпать это листвой а потом поверху земли я уже сказала ну чтобы хотя бы немножечко засыпать эту яму поэтому продолжаю работать и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Желтый с красным. Так получилось, что я смешала случайно. Ну и очень даже хорошо. Не буду привязываться к цвету. В общем, весной посмотрим, какие тюльпаны у меня взойдут. Вот теперь все. Тюльпаны посажены. Прикрыты листвой. Ну, теперь до весны. Набрала в лесу сосновые ветки, упавшие. И теперь все это можно впарную. Вы представляете, какой будет запах сосны? Венечки дубовые уже замученные. В общем, ждут своих хозяев. С легким паром нас. А еще я хотела вам показать датчик движения. Который мы недавно купили в Леруа Мерлен. И Саша установил с наступлением темного времени суток. В общем, я очень довольна. Опа. Просто камера показывает, что светло на улице. А на самом деле сейчас полшестого вечера. А в лесу у нас всегда темно. Вот я опять маханул рукой. И свет. Субтитры подогнал «Симон»